Максимум 50 метров от площади такси и буквально метрах 20 от улицы Истекляльзни. И работают здесь девушки с Марокко, с Бали, и есть специалисты-мужчины с Турции. То есть можно здесь даже выбрать себе специалиста, какого вы хотите, и вид на такси. Есть номера здесь, я вам сейчас как раз расскажу и покажу. Что делает из обычного стандарта или супериора делюкс? Это, во-первых, халатики. Но в этом есть определенный лайфхак, и я могу сказать, что стандарт это не самое худшее решение. Почему? Наборчик это стандартный абсолютно для всех каждое утро. А это мне, да, это вот блинчик, это картошка, это вот такое вот, да. Действительно, наверное, самый большой такой жирный минус, который я заметила при проживании в отеле Аколаш. Ребята, всем привет! Меня зовут Татьяна Дуран, а вы на одном из двух каналах. Это Бамбарбия ТВ или канал Татьяна Дуран. И сегодня я вот здесь, здесь, здесь. О, сейчас вот, вот так прибазируемся, остановимся вот здесь. Я на таксине в центре Стамбула, в центре самого большого города Турции. Я здесь уже второй раз. У меня было, кстати, два классных видео про интересные места Стамбула и про места, где поесть, что поесть. Я это уже рассказывала. Ну, а сегодня мы с вами, надеюсь, начнем прям серию. Я очень хочу, чтобы это было так, потому что я очень хочу много раз побывать еще в Стамбуле. И вот сегодня у нас первый раз обзор отеля в Стамбуле. И причем отель наш, который называется, кстати, Акалаш, это один из отелей сети Акка Хотелс, находится буквально в 50 метрах, ну, максимум 50 метров от площади Таксим. И буквально метрах 20 от улицы Истекляль, знаменитой туристической улицы. Ну, и мы с вами не откладываем долгий ящик. Идем прям сразу, начинаем знакомиться с отелем. Погнали! Ребята, нам реально понадобилось всего минутки. И вот мы с вами пришли к такому вот симпатичному... Ох, не знаю, пойдем перебежим дорогу. Подождите, пока никого нет. Ох-ох-ох, покажу вам, как это выглядит. Вот к такому симпатичному зданию, смотрите. И самое интересное, что постройка это 1894-1896. Это конец 19 века. Здание историческое. Сам отель Акалаш состоит из двух корпусов. Я предлагаю зайти. Пойдем, зайдем. Кстати, отель 4 звезды. Тут нас встречает сразу информация, что есть в отеле спа. Пойдем с вами пройдем. И посмотрим, что же здесь у нас есть. Так. Ну, прям друг за другом. Вот у нас здесь ресепшн. Сразу как мы с вами заходим. Заселяться мы будем, по идее, здесь. Да, если бы мы уже... Ну, мы уже заселились, но если бы мы заселялись. Потом у нас здесь есть, смотрите, такая вот комната а-ля холл. То есть можно здесь и подождать. Например, вот гости, если приехали немножко раньше, чем нужно, да, или при выселении. Здесь, в принципе, есть места, где посидеть. Потом у нас здесь есть комната даже для мини-конференций. Вот так она выглядит. То есть если вы по работе, то можно вот присесть здесь, кстати, для работы. Есть еще красивое место на верхнем этаже. Тоже вам его покажу. Сам отель небольшой. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим спа-центр, чтобы понять, что еще есть. И покажу вам вот эту часть. Здесь тоже можно присесть. Wi-Fi ловит на всей территории очень хорошо. Выдается Wi-Fi, пароль, логин, все бесплатно. И вы можете в любом месте посидеть. Или вот с красивым видом сразу на крыше. И теперь время посмотреть на спа-центр. Затем посмотрим на красивую террасу. И пройдемся по номерам этого чудесного отеля. Ребят, ну как я и обещала, мы сейчас с вами в спа-центре. Он аж на минус втором этаже. Я тут сначала искала, искала, думала, как вообще сюда зайти. По лестнице что-то сверху, снизу. Оказалось, тут просто все и легко. Вот на лифту спускаетесь, минус два нажимаете и попадаете в спа-центр. Спа-центр называется Pasha. Вот, ну, в Турции любят это название, типа господин. Вот смотрите, вот такой спа-центр. Он, кстати, довольно небольшой, но симпатичный. Молодые люди нас тут приветствуют на входе. Вот они все рассказывают, показывают. У них здесь есть прайс. То есть можно посмотреть, какие есть варианты массажа. И для тех гостей, которые находятся в отеле, останавливаются здесь. Ну, по крайней мере, сейчас 30% скидки. Но это может все меняться. В любом случае скидку они вам сделают. Вот проконсультируют, все расскажут. И что здесь у нас есть? Есть, во-первых, бесплатный хамам. Естественно, как везде в Турции. Здесь вот есть наша привычная финская, да, как мы ее называем, сауна. Из-за правил коронавируса 15 минут два человека. Можно здесь посидеть. Но потом нужно локацию менять и, например, пройти вот сюда в хамам. Здесь тоже вот этот камень наш любимый, Гюбек Таши, который греется. Здесь маленький хамам, но просто здорово, что он, в принципе, есть. Очень теплый камешек такой приятненький. Вот. Это все можно бесплатно. Если, конечно, процедуры вы берете, они уже будут за дополнительную плату. И кроме пилинга и пенного массажа, здесь еще можно сделать и, в принципе, массажи. Есть целых четыре комнаты для массажа. Давайте с вами пройдем. Ну вот, условно, пусть это будет, например, вторая. Посмотрим, как выглядит. И работают здесь девушки с Марокко, с Бали. И есть специалисты, мужчины с Турции. То есть можно здесь даже выбрать себе специалиста, какого вы хотите. Тут есть место, где переодеться и принять душ. И другие комнаты для массажа. И, насколько я помню, по-моему, последнее. Здесь можно делать парный массаж. Если хочется чего-нибудь романтического, то тогда вот эта комната будет для вас. Вы здесь можете вдвоем получить какие-то приятные процедуры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»! Вот таким образом нажимая, мы с вами просто проходим как раз на террасу. Терраса здесь, смотрите, какая большая и симпатичная. Можно выбрать внутри любой столик для работы с компьютером. И вид на такси. Есть номера здесь. Я вам сейчас как раз расскажу и покажу все категории номеров, которые здесь есть, которые выходят вот сюда, прямо на площадь такси. Но с этой террасы сверху, в каком бы номере вы ни жили, вы всегда можете выйти и посмотреть на площадь. И вечером тут абсолютно обалденный вид. Ребята, ну и также нужно понимать, что раз отель такого года, да, то есть это не новое здание, а в принципе постройка вот этого здания, ну и здания рядышком, которые совмещены, да, в одно, это все-таки конец 19-го, начало 20-го века. Поэтому тут, конечно, абсолютно одинаковых, идентичных номеров быть не может. И в отеле у нас целых шесть. Представляете, шесть категорий номеров. И даже в одной категории номера могут, ну, довольно-таки сильно отличаться. Поэтому я вам сейчас покажу основные категории номеров. Вот из этих шести выберу самое базовое. И скажу, на что нужно обязательно обратить внимание. И самая первая категория, она в принципе, и первая, как мы с вами посмотрим, мы вообще в отеле, это номер стандарт No View. Но он так, в принципе, и называется No View. Можно догадаться, что вида никакого в этом стандарте нет. Так, и вот мы с вами заходим. Смотрите, здесь нужно еще сказать о том, что есть всего два номера в этой категории стандарт, которые есть с кроватью French Bed, вот с большой. В основном все стандарты, которые есть, они вот будут с раздельными кроватями. Из того, что классно, на что стоит обратить внимание и отметить, мне очень сразу понравился вот этот открытый шкаф. Это действительно удобно. То есть тут, когда повесил, все, во-первых, видно. Во-вторых, зеркало. Смотрите, прям вот это, мне кажется, суперкомфортное решение для шкафов. Это тапочки, это у нас для обуви и вот рожочек. И сейф идет бесплатный. Это все, что идет в стандарте. Здесь тоже удобно положить чемодан, присесть. Пожалуйста, телевизор, всякие каналы есть. И вот тут у нас мини-бар. И давайте обратим внимание на важное. Вот это вот сетап, который, горячий, так скажем, сетап, это чай, кофе, водичка, пополняется бесплатно. А вот то, что у нас есть внизу, вот это все, это уже будет за дополнительную плату. То, что сверху, пополняется каждый день, не переживайте. И почему это ноу-вью? Ребят, смотрите, здесь хочу показать, как всегда, моя битва даже не существующим балконом. Балконов в этой категории нет. И вот он ноу-вью. Это, смотрите, такая глухая стена. Которая вот просто стена. И действительно, тут не улица, ничего. И как бы кажется, что это жесть, когда ты ничего не видишь, что типа, ну как так? Это просто что хуже придумать? То есть это просто стена глухая и все. Но в этом есть определенный лайфхак. И я могу сказать, что стандарт это не самое худшее решение. Почему? А потому что здесь будет довольно тихо. Во всех остальных категориях номеров есть вид на улицу или вид на соседние отели. И в этих вариантах будет довольно шумно. Потому что мы с вами в Стамбуле и почти все отели этим грешат, что здесь довольно шумно даже ночью. Даже в 2-3 часа. Я вчера была очень уставшая. Поэтому в час ночи под громкую музыку из соседнего ресторана я уснула очень быстро. Но в принципе, для тех, кто, знаете, очень чутко спит, вы не сможете, возможно, заснуть. А при вот такой категории, когда у вас здесь глухая стена, можно будет спокойно спать и не переживать о том, что вы не выспитесь. Затем также хочу обратить ваше внимание на сами кровати. Очень удобные две такие подушки. Здесь симпатичная карта. Как раз карта Константинополя. Обратите внимание. Вот. Это у нас основная историческая часть Султан Ахмед. А вот сразу выше. Вот у нас здесь можно найти то место как раз, где отель находится. Можно здесь также включать лампы удобные, так вечером-ночью почитать, если захочется. Ну и давайте пройдем с вами, посмотрим в ванную комнату, какая она здесь. Напоминаю, что это номер стандарт, ну как вот и подписано у нас. И здесь что у нас? Душевая кабина. И в принципе, практически во всех номерах есть совсем несколько номеров, но высших категорий, где есть ванные. Ну и то, я много номеров посмотрела, но еще ванные я не обнаружила. В основном везде это душевые кабины. Здесь мы смотрим, с вами есть косметика, всякие ушные палочки и так далее. Вот для душа, для волос, для тела. Есть мыльца вот такое. И есть еще фен. То есть в принципе, смотрите, как это все выглядит. Все полотенчики лежат вот тут внизу. Ребята, и сразу после стандартного номера у нас есть категория Superior, которая в принципе от стандарта отличается только тем, что есть небольшой вид. То есть есть вид на улицу, там даже где-то есть а-ля французский балкон, но в основном это просто окна. То есть комната чуть-чуть там на пол квадрата больше по размерам, а так все остальное одинаково, как и в стандарте, который мы с вами видели. А теперь я предлагаю нам с вами посмотреть категорию номера, который называется Deluxe. При этом Deluxe'ов в отеле Аколаш три разных есть. Вот три разных категории номера. И вот тот номер, который мы сейчас с вами, где мы с вами находимся, это второй, скажем так, по крутости Deluxe, который есть. Здесь есть простой Deluxe, есть Deluxe, который называется Taksim, и есть Deluxe Triple. Вот мы сейчас с вами в Deluxe Taksim. И объясню, почему он вообще и Deluxe, и почему он такси. Значит, смотрите, что делает из обычного стандарта или супериора Deluxe? Это, во-первых, халатики. В каждом номере они лежат уже бесплатно. В номере супериор и стандарт халатов нет. Здесь, если мы с вами откроем вот эту створочку, здесь то же самое, тапочки и всякие штучки. Потом, смотрите, сам номер, он сам по себе, если вы обратите внимание, он уже гораздо больше. То есть, это не стандарт и не супериор, здесь, в принципе, по квадратам уже можно дышать. Здесь прям так можно уже прям и ноги вытянуть и все, то есть гораздо удобнее. Теперь давайте посмотрим на ванную комнату. И здесь, что у нас интересно, в принципе, по размерам она действительно чуть побольше, чем мы с вами уже видели. И именно в этом номере есть ванная, но не во всех Deluxe'ах ванная. Это нужно иметь в виду, то есть тут ванная, может быть, также и душевая кабина. И при этом здесь классно. Давайте попробуем. Я думаю, надо попробовать. Опа! Ах, я думала, там прям вид-вид. Да. Ну, в общем, потенциально можно было что-то увидеть, но ничего мы с вами не увидим. Кроме самих себя ничего не будет видно. И теперь вот эта вот фишка, почему это вообще такси, потому что здесь у нас вид на такси. И нужно сказать, что есть номера Deluxe' такси, которые идут с балкона. Балкон здесь довольно большой, но есть номера, которые еще больше сами по себе по квадратуре, но у них нет балкона, есть только окно. Это нужно тоже учитывать. Вот поэтому я и говорю, что вроде категория одна называется одинаково, а номера сами по себе могут быть очень разные. Ну, давайте пройдем, посмотрим. Приличненький балкончик, очень приличненький со всех сторон. И тут вот реально почему такси, вот она у нас, прям вот-вот-вот, площадь такси. Тут, не знаю, тут на ветрометров 60-50 до такси. И вот смотрите, с другой стороны, это тоже все балкон. То есть тут можно и ножки вытянуть, и вечерком посидеть, и на площадь такси полюбоваться. И тут даже, в принципе, и стекляль потенциально можно увидеть. Я думаю, вот где-то, где-то вон там вот должна быть улица и стекляль. Ну, а теперь давайте с вами посмотрим на ту категорию делюкса, которая называется делюкс трипл. И здесь сразу, в принципе, мы с вами можем посмотреть ванную комнату, как раз вот какая она может быть в делюксах. Потому что мы с вами видели ванную саму по себе. А здесь вот у нас, смотрите, не ванная, а душевая кабина. А так, в принципе, по тому набору, который мы с вами здесь видим, в делюксах везде он более расширенный. Кстати, тоже обратите на это внимание, что в обычных номерах у нас вот этих вот штучек, которые, что у нас есть, это шевинг-кит, да, это для мужчин. Это у нас дентал-кит, то есть это зубная паста, зубная щетка. И вот такие мочалочки. Это у нас только в делюксах. В обычных номерах, в стандартах, супериорах такого у нас нет. То есть косметика дополнительная. И этот номер, в отличие от того делюкса, который мы с вами видели, он идет на трех человек. А почему он идет на трех человек? Как раз из-за вот этой вот софы. Есть еще не только софа, в каких-то номерах бывает кровать. И вот, смотрите, здесь кровать всегда большая френчбет, то есть на двух человек. Без балкона у нас сити-вью, вид на город. То есть такой вид у нас у супериоров будет практически у всех, чтобы вы сразу понимали. Здесь, кстати, очень большое зеркало, где можно вообще рассмотреть все, что угодно. Все новые покупки, например, себя в полный рост. И вот еще, вот тут немножко у меня отсвечивает. Но сейчас открою. Вот оно, второе окошко прямо у софы стоит. И теперь мы с вами приближаемся к самой последней категории номеров. Так скажем, самая высокая категория номера, которая здесь есть. Вот еще так интересно. Все номера в таких небольших закоулочках находятся. Так что пока дойдешь до того номера, который ищешь, надо будет немножко шагов сделать. Мне очень нравится здесь по вот этим вот винтовым лесенкам ходить, мраморным. Очень красиво и, в принципе, очень удобно. Так, семейный номер у нас называется Family Suite. Он состоит, единственная категория, которая состоит здесь из двух комнат. И, в принципе, она тоже подходит только для трех человек. То есть здесь вчетвером в одном номере не разместится. Это нужно иметь в виду. И самое интересное, что у нас внешне Family Suite выглядит вот таким вот образом. Это две комнаты. Вот оно у нас и 207, и 208. Мы с вами будем смотреть. Это как бы один семейный номер, но он состоит из двух комнат. Ну и давайте вот начинаем. Зайдем, в принципе, в любую из них. И вот у нас здесь что самое интересное, что у нас закрывается прямо на замок. Вот здесь вот есть отдельный ключик. Его дают в эту комнату. Но мы сейчас туда пройдем, я вам все покажу. Ну а пока начнем с комнаты номер один. Здесь также, как и в делюксах, конечно, будут лежать халатики. Так, ну и теперь давайте пройдем в эту часть. Включу здесь свет. То есть интрига еще в чем, что здесь можно и отсюда зайти. То есть в каждый номер, так как вот эта дверь, она прям закрывается ключом, можно и оставить закрытой. И тогда номера вообще будут разделены. То есть вы будете отдельно приходить. Вот кто здесь живет и кто в той комнате абсолютно может быть разделены. Ну может быть дверь открыта и вы будете постоянно так проходить друг к другу. Это уже наша комната для пары. Здесь всегда только френчбет, большая кровать. И нужно понимать, что в этом номере всегда будет вот такая глухая стена. То есть тут зато будет очень тихо спать, потому что никаких посторонних шумов, ничего. Это только вот глухая стена и все. И также пойдем посмотрим с вами ванную комнату, потому что здесь две ванных комнаты. То есть у каждой комнаты, вот у пары и у третьего человека есть своя отдельная ванная. Еще те важные моменты, которые нужно отметить в отеле, это, во-первых, очень классный напор воды. Это меня всегда радует, потому что не во всех отелях на такси есть хороший напор воды. Также здесь в номерах фены Валера бренда. Девочки, наверное, знают, что это хорошие бренды. На самом деле даже мои густые пузнедлинные волосы я высушила очень быстро. Это радует. Высокие потолки, тоже классно. Номера стандарт реально очень тихие, которые без всякого вида. Если для вас важно, чтобы было тихо высыпаться, ребята, берите простой стандарт без вида. Вы будете вообще довольны. Я на себе испытала, здорово. Также, что хорошо еще, это Wi-Fi. Wi-Fi летает и на телефоне, и на компьютере, и вообще сеть АКО, она славится хорошим Wi-Fi, который очень пригоден для работы. Поэтому, если для вас это принципиальный вопрос, то вы точно не прогадаете. Единственный момент, который вот действительно, ну, наверное, самый большой минус, который я заметила, это только запах канализации из ванной комнаты. Он иногда бывает, иногда его не бывает, но когда вы дверь закрываете, то этого запаха не слышно. Это действительно, наверное, самый большой такой жирный минус, который я заметила при проживании в отеле АКОЛАШ. Ну вот сегодня у меня второй день в отеле, и я пришла на завтрак. Сейчас хочу вам показать, во-первых, обстановку, как здесь все выглядит, как вот сам ресторан выглядит и что на завтрак приносит. Сразу хочу сказать, забегая вперед, что завтрак каждый день одинаковый, то есть нет такого, что один день одно, другой день другое, завтрак, в принципе, одинаковый постоянно, но мне кажется, он довольно разнообразный. Сейчас все покажу. Смотрите, вот это у нас сам ресторан, он не супер большой, но также он и не маленький. Можно выбрать местечко у окошка, если хочется, можно и в середине зала. Здесь у нас раздача. Но официанты обслуживают, поэтому мы здесь сами ничего брать не будем. Мы просто присядем на место, которое нам нравится здесь в ресторане, и будем ждать, пока официант подойдет. Так, ну я предлагаю вот этот столик взять. У нас просто уже сумка стоит здесь, и будем ждать. Да, конечно, Татьяна, садись. Почему нет? Да, и Татьяна, мы сейчас с тобой рядом посадим. Да, садись, Татьяна. Что нам тут? Принесут, и поставят, и положат. Ага, вон нам что. Как-то так, как для худейших набор. Ну да, чтобы мы точно не похудели. Лучше не дадут похудеть. Так, получается вот такой вот у нас наборчик. Это стандартный абсолютно для всех, каждое утро. А, это мне, да, это вот блинчик, это картошка, это вот такое вот, да. Колбаска. Колбаска, это у нас тут разного рода булочки. То есть можно и круассан выбрать, и вот такую булочку. Потом еще мы заказываем омлет, какой мы хотим. Да, то есть можно с сыром, можно, например, с томатами внутри. Ну и чай или кофе спрашивают, что мы хотим, и подливают. Даже можно попросить вот чайничек вот такой вот, чтобы много-много раз приходить. И еще фрукты. Такой у нас завтрак. Вот как раз у Татьяны тут остатки омлета, да, есть. Ну и его, в общем, вот такой он каждый день одинаковый. Но на самом деле можно заметить, что наесться 100% можно, да, обеда хватит. Так, ну и на этом наше видео сегодня. К сожалению, в Стамбуле уже подходит к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И вы, конечно, не забудьте поставить лайк. Другие темы для наших следующих видео в Стамбуле, пожалуйста, пишите. Может быть, хочется, чтобы мы посмотрели какие-то отели или сделали подборки. Также напоминаю, что есть у меня классное видео про достопримечательности. Есть очень классное видео про места, где можно перекусить в Стамбуле. В описании под видео это все будет. Ваши вопросы и комментарии, как всегда, пишите. Все спрашивайте, задавайте. Я все читаю, на все отвечаю. Целую вас, Игорь Ширюс. Пока-пока. Продолжение следует...